Доброе утро, мои хорошие! Здравствуйте, мои зрители! Вот настоящее утро во Флориде. Утро после страшного, перестрашного, самого страшного урагана. Но это прошло уже три дня. Всё почти уже убрано. Листики, веточки, целые огромные кучи. Всё, что упало с дубов. Посмотрите, деревья лысые. По-настоящему лысые. Не только ветки срывало, но срывало и листья. А птиченьки пришли сразу на следующее утро, когда озеро было переполнено, и вот эта вот дополнительная река была полна, полнёшенько. Представляете, утро. Только что прекратился этот вот небывалый ветер. уточки плавают в этом озере искусственном. Ну, вот и птички. Ну, уже три дня прошло. Конечно, всё ещё восстанавливается. Забор ещё никто не сделал, потому что это и материально очень затратно. Ну, и физически требует больших сил. Там нужны какие-то металлические каркасы, какие-то металлические дела. Это всё приобрести надо. Ну, все люди восстанавливают. А вот и птиченьки. Птиченьки пришли на следующий день. Такие испуганные и очень странные. И они себя ведут. Посмотрите, как они себя ведут. Они как будто к чему-то снова привыкают. Я представляю, как им тяжело было как им тяжело было на болоте. Живы ли их гнёзда, не живы ли их гнёзда. Ну, тот ветер, порывы которого могли унести крыши с домов. Не знаю, как они обращались. Как он обращался с их гнёздами. Ну, там уточки, посмотрите. Привет, мои золотые. Ну, и что-то мы вздрагиваем. И чего она орёт? Она орёт, кого-то предупреждает. Это где-то сидит Андрей. Я имею в виду сокол. Белочка у нас из целой команды осталась только одна. Но сегодня вот видно только её и видно. Мечется по дереву она где-то там. Не знаю, вы увидите, нет. Бегает, 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 бегает. Что, малыш? А чего это они ушли? А, хлебушка, ну, съешь пару кусочков. Съешь пару кусочков. Как дела? Рассказывай. Как малыш, как у него шапочка там. Чешется, не чешется, болит, не болит. Ну, вроде бы выглядит получше. Вот такой период становления. Представляете, как сложно им бывает. Ну, малышня, ну, ты куда пошёл? Ну, ты куда пошёл, мое сладкое? Ну, куда ты пошёл, мое сладкое? Ну, оно пришло же, пришло. Кукурузеньку покушает. Кукурузенька покушает. А к мясу. За мясом пошёл, за мясом. Там мяса полно. Кого только нет. Кого только нет. Вот такое утро ясное. Без единого облачка. Чтобы... Ну, что ты разоралась? Ну, что случилось? Где он? Где он? Нет его здесь. Нигде. Он же себя показывает звуком. Он же пищит, как... Не знаю, куда раненый. Ух, утки на заборе. Эти утки на заборе. Вот, посмотрите, что с манго. Манго наклонилось с дерева. Это нужна техника для того, чтобы его выпрямить. Но у него довольно глубокие корни. Ну, или так будет, или его убирать. будут тут дерево как бы нормальное. Стоит нормально. А вот там вот вдали посмотрите, как дуб наклонился. Ну, вот он был очень-очень-очень густ листвой. Тут дуб. Он был очень густ листвой. густ листвой. сейчас все на просвет. Вчера здесь люди в нашем соседстве устроили гараж продажи. Ну, собственно, кто же сейчас пойдет что-то такое покупать. Ну, естественно, выставили, потом все это выбросили. никто не приезжал, никто ничего не покупал, никого не было. Мы объехали этот весь. Посмотрите, дерево. это называется дуб. С листвой называется он. Вот так весь листвой. А у нас же здесь дубы-то, они же круглый год стоят. Они же не знают, где это осень, где это весна. Ну, да, что-то листва меняется, потому что к марту обычно с площадки приходится убирать листья. Но в это время другие уже нарастают. Дубы зеленые. И что, мы идем обратно, да? Ну, иди сюда. Ну, расскажи, чем они там занимаются, сколько там мяса? А? Не знаешь? Сколько мяса в этой луже? Нос мокрый, с носа капает. Ну, что ты будешь делать? С носа-то капает? Какие же они красивые, какие же они элегантные. Они вот даже, когда едят, они просто бесподобные. Эти их шапочки не такие же любимые. Вот из года в год, сколько лет уже, больше десятка лет мы живем здесь, и больше десятка лет к нам приходят вот эти сладости. Угостятся и улетают. Сначала показалось, это такая экзотика. А сейчас до такой степени привыкли, это утром, когда они не пришли, начинается волноваться. Где ты, мой сладкий? Где ты, мой драгоценный? Что там с вами? И когда они высиживают яйца, по одному прилетают, то один, то другой, это тоже волнительно. Один сидит где-то в гнезде, а второй прилетает и сам что-то такое поклюет, зоб наберет и полетел. Да. Такие драгоценные. Да ну замолчи ты в конце концов, а! Ну что ты орешь, ну бесполезно это орать. Ну никого здесь нет. Воронушка, а! Орет и все. А!